Успех Именно поэтому тысячи слушателей из разных стран мира ежегодно собираются на Международной Ассамблее предпринимателей, чтобы увидеть и послушать тех, кто является примером для подражания, олицетворением успеха и благополучия. Прямо сейчас встречайте бизнес-тренера и практика, доктора экономических наук, президента холдинга Life is Good, основателя международной бизнес-академии IBA, имеющей государственную образовательную лицензию. Его отличает невероятное тролюбие, объемное видение картины бизнеса, способность вовремя безошибочно оценить перспективы и потенциал людей. Дамы и господа, Роман Василенко на сцене Международной Ассамблеи седевых предпринимателей за свои формулы успеха! Я пошел! Роман Василенко – президент холдинга Life is Good, почетный гражданин России, лаврят премии «Человек года-2015». Добрый день, уважаемые коллеги! За этот год мы достигли потрясающих результатов. И получили признание журналистов, получили признание общественности. Тем не менее, перед нами стоят еще более серьезные задачи. Первое – это расширение географии нашего бизнеса. Второе – поддержка наших специалистов в регионах. И третье – подготовка к ежегодному новогоднему конгрессу, на котором мы подведем итоги. Используя многолетний опыт в сфере консалтинга, предложил альтернативу банковской ипотеке. Его уникальный проект развития жилищной кооперации был признан правительством как социально значимый для России. Меценат и филантроп, успешный бизнесмен, Роман Василенко своим жизненным примером доказал – успех и богатство доступны каждому. Совсем не обязательно родиться с золотой ложкой во рту. Но удача с везением – это лишь мизерная часть его формулы успеха. И он не держит ее в секрете. Напротив, готов делиться ей с каждым, кто стремится к новым достижениям и вершинам благополучия. Знание к успеху не приведет. К успеху приведет опыт. Я сейчас постараюсь отследить такую цепочку, выстроить. Знаете, зрив корень Козьма Прутков. Знание вас не сделает богатыми, сделает богатым вас опыт. Но опыт ты не получишь, сидя в этом зале. Прочитав кучу книг, ты не получишь опыт, пройдя сотню семинаров и выслушивая прекрасных спикеров, практиков, миллионеров. Опыт можно получить только если ты действуешь. То есть все-таки действия. Действия, которые дают тебе практический опыт ошибок. Это лишь первая составляющая формулы успеха Романа Василенко. Вторая – принимать решения. Успешные люди принимают гораздо больше решений. Это нелегкое бремя ответственности, но вместе с тем личностный рост и смелость достойное уважение. Если ты мало зарабатываешь, борись со страхом, советует успешный бизнесмен. У тебя есть выбор – либо ты принимаешь решения, либо это делают за тебя. Какой вариант нравится больше? Итак, конспектируем. Знание, теория, успех, практика и действие. Любое, даже неверное решение лучше нерешительности. На пути того, когда ты борешься со страхом, принимаешь решения, выходишь из зоны комфорта, на пути твоего роста тебя ожидает ловушка. Ловушка, знаете, в чем состоит? Откладывать что-то на потом. Успех не знает слово «потом». Успех не знает слово «потом». Делать нужно сейчас, делать нужно сразу, независимо от того, какой сегодня день недели, независимо от того, что сегодня выходной. Жизнь коротка настолько, что каждый момент нужно ценить. Время – это ценность. Не трать его на то, чтобы сидеть, думать, раздумывать. Время истекает. Твое время истекает. Жить нужно сейчас. Действовать нужно сейчас. Получать результат нужно сейчас. И наслаждаться жизнью нужно сейчас. Звучит красиво и легко. Но так ли безоблачна судьба успешного человека? Взлетов не бывает без падений. За примерами далеко ходить не надо. Дональд Трамп трижды был банкротом. Бодо Шефер трижды начинал свое дело с нуля. Роберт Киясаки четырежды пережил крах своего бизнеса. Да что скрывать, и в карьере Романа Василенко были нелегкие времена. Он тоже трижды был банкротом. Но даже в самой сложной ситуации его спасательный круг – позитивное мышление. Очередная простая истина. Часть формулы успеха, которую стоит взять на карандаш. Конспектируем. Позитивное мышление. Тебе всегда нужно быть в позитиве. Никто не пойдет за лидером, у которого плохое настроение. Всегда улыбайся. И что бы ни произошло, все переведи в позитив. Абсолютно все. Что такое успех, что такое удача? Это самое последнее звено в цепи неудач. Если бы не было этих неудач, чему бы мы с вами научились? И я по себе заметил, чем больше проблем на тебя наваливается, сразу со всех сторон, тем больше результат ты получаешь. Мой портрет успеха, лично мое представление об успехе – это человек, который должен отвечать самым главным, по моему мнению, трем качествам. Первое. Человек должен уметь принимать решения. То есть уметь сделать этот шаг. Он должен быть смелым. Второе. Он должен мыслить позитивно. Что бы ни произошло, из всего извлекать позитив. Всегда улыбка на лице. То есть он должен светиться от радости и от успеха. Он должен светиться от позитива. И третье качество, важное для успеха, важное для любого успешного человека – это держи свое слово. То есть нельзя быть болтуном. Если ты что-то сказал, значит, держи свое слово, либо не говори вообще. Это главные качества успеха. И каждый человек, который достигает успеха, он им в принципе уже соответствует. Еще один канон, которому всегда следует известный бизнесмен Роман Василенко, думает не только о своем благополучии, но и о успехе тех, кто трудится вместе с тобой. Честь, совесть, независимая воля – для Романа Василенко это не просто громкие слова. Он привык держать слово, отвечать за принятые обязательства. Его твердое решение при руководстве холдингом основано на том, что лучше для всей корпорации, а не только для нескольких партнеров. Наша миссия – помогать людям. Вы нарекрутируете много людей, но это не значит, что их привезти и бросить. Наша с вами задача – сделать так, чтобы они стали успешными. Это мой главный секрет успеха. Я делаю все, чтобы мои люди стали успешными, чтобы они заработали денег. Для меня это больше удовлетворение, чем от своих собственных успехов. Когда твои люди зарабатывают деньги, тогда у тебя и совесть чистая, и душа чистая, и ты знаешь, что ты свою миссию выполнил. Когда ты будешь с таким подходом работать в сети и делать так, чтобы твоим людям было комфортно, чтобы они зарабатывали. Наш продукт – это миссия. Добрая миссия – помочь людям. Продолжаем конспектировать формулу успеха. Чтобы не потерять ценных сотрудников, нужно заботиться об их благополучии. И, наконец, последняя составляющая. Выходи из зоны комфорта и не бойся препятствий. Успех не имеет ничего общего с зоной комфорта. Вообще счастье несовместимо с зоной комфорта. Потому что счастье – это развитие, это движение, это рост, это победа. Стабильность в медицине переводится как смерть. Соответственно, зона комфорта приводит к деградации. Если ты ничем не занят, если на тебе не навешиваются проблемы, ты не растешь, ты не развиваешься. Поэтому путь к успеху – это всегда преодоление, это всегда рост, это всегда боль, это всегда какие-то испытания, которые ты должен преодолеть. Каждое препятствие – это твой учитель, каждое препятствие – это твое испытание, которое ты должен пройти. Это школа. Успех – это самое последнее звено в цепи неудач. Каждая неудача повышает твой опыт, профессионализм, приводит к тебе к какому-то совершенству. Никто не видит наши мысли, но абсолютно все видят результат нашего мышления. То, на чем ты ездишь, на каком автомобиле, в каком доме ты живешь, чем ты пользуешься, как ты отдыхаешь, какую одежду ты носишь, какие на тебе аксессуары. Именно получая такое состояние, ты его должен фиксировать, это состояние счастья и радости. Если хотите, это закон притяжения, который притягивает еще большее богатство. Пожалуй, формула успеха Романа Василенко проста и доступна. Однако выбор каждого из нас – воспользоваться ей или нет. Чтобы подняться, нужно просто принимать решение. Продолжение следует...